Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу обсудить видео с очень громким названием «Тупик Анастасии. Провал проекта родовых поместьй. Звенящие кедры». Опубликованное два месяца назад известным блогером, автором канала на ютубе «Познавательное ТВ» Артёмом Войтынковым. Когда я первый раз увидел это видео, оно не особо меня заинтересовало. Аргументы, которые приводит Артём, показались мне неубедительными. Анализ довольно поверхностным, и показалось, что человек не очень глубоко вник в тему. Хотя он говорит, что идея ему нравилась, и он следил за движением. И по видео видно, что действительно он знает про поселения, которые существуют у нас в России, какие-то темы, информации какой-то владеет. Но в общем и целом, мне показалось это не особо интересным до тех пор, пока я не увидел, что в соцсетях начали появляться посты с этим видео. В частности, авторитетный человек Сергей Ерофеев, архитектор, который, на мой взгляд, создал очень интересный проект. В Ленинградской области, если я не ошибаюсь, я лично с ним не знаком. Но онлайн вижу, что они делают. Замечательный проект. И вот он запостил это видео со словами, что оно очень толковое. Я полностью с ним согласен. Мне было совершенно непонятно, с чем там соглашаться. Я об этом написал. И у нас такая завязалась дискуссия. Ну, в уважительной форме, вполне. Несколько человек еще присоединилось к этой дискуссии. В общем, мы так неплохо там обсудили. Чуть позже это видео было опубликовано в группе развития территорий Глеба Тюрина. Ну, насколько я понимаю, раз он опубликовал это видео, он тоже согласен с тем, что там изложено. И, ну, я насколько знаю, он действительно с определенным скепсисом относится к идее родовых поместьй. Он об этом говорил на форуме на Доброй Земле, который у нас проходил. Вот, чуть позже, видимо, там возникли бурные дискуссии. Чуть позже он написал, что, типа, ребята, давайте жить дружно, все молодцы, вот, все отлично. Но, тем не менее, как бы, вот, тоже осадочек остался. И я решил изложить свою точку зрения. Вообще, я очень положительно отношусь к критике. Мне кажется, очень полезным узнать взгляд со стороны. Я общаюсь с целым рядом ученых из крупных вузов, МГУ, Ранхикс, Тимириазевки, Институт аграрных проблем. Также вот в Владимирской области я занимался активно общественной деятельностью. И общался с представителями властей, общался с другими общественниками. Мне всегда это было интересно. Если, конечно, обсуждения носят взаимоуважительный характер. К сожалению, так бывает частенько, что люди очень быстро из-за несогласия переходят на оскорбление. Вот, и на уничижение своего собеседника. Конечно, это неприемлемо. Вот, Артем проделал большую работу. Я в итоге посмотрел внимательно это видео, законспектировал. Изначально первый раз я посмотрел, наверное, 5-7 минут. Потом мне пришлось посмотреть полностью. Он выделяет 7 проблем, с которыми сталкиваются создатели родовых поместьй. Я сейчас подробнее остановлюсь на каждой проблеме, о которой он говорит. Но предварительно могу сказать, что общий вывод мой такой, что 6 из 7 проблем, которые он озвучивает, они универсальны для любой формы переезда в сельскую местность. Они не имеют какого-то специфического характера, не относятся к создателям родовых поместьй только. Нет, они относятся к любым желающим переехать в сельскую местность. Если вы захотите переехать в деревню, захотите создать фермерское хозяйство и так далее, и тому подобное. Более того, на мой взгляд, проблемы в движении присутствуют. И в качестве бонуса к этому видео я, как создатель родового поместья, хочу озвучить несколько таких проблем, как я их вижу, и не только я. Ну, расскажу об этом подробнее. Давайте теперь конкретнее пройдемся по проблемам, о которых он говорит. Первая проблема, о которой говорит Артем, это бытовая неустроенность. В достаточно густых красках он описывает картину, как создатели родовых поместьй приезжают в голое поле и внезапно обнаруживают, что у них нет центрального электричества, что туалет у них холодный, в минус 30 это неудобно, что им нужно топить печи, чтобы не замерзнуть, а дрова зимой они просто так не могут где-то найти, их надо заранее запасти. И что такая простая операция, как стирка вещей, превращается в целый квест. Нужно там где-то добыть воду, руками, естественно, насоса-то у вас нет, и водопровода у вас нет, потом ее нагреть, потом каким-то образом постираться, прополоскаться. В общем, это ужасно тяжело. И многие, разочаровавшись, тут же уезжают. Но честно, вот я как создатель родового поместья, не знаю ни одного человека, который уехал по этой причине. А я знаю очень многих. И более того, я хочу сказать, что если уж мы говорим об этой проблеме серьезно, то эта проблема универсальная для любого человека, который хочет переехать в сельскую местность. Если вы, например, просто купите деревенский дом где-то и захотите там жить, то у вас не будет там теплого туалета, у вас не будет там душа, у вас не будет там водопровода, не факт, что будет колодец рядом. Электричество единственное, что у вас будет. Но с электричеством, я могу сказать, во многих крупных поселениях, я не буду говорить за всех, во многих крупных поселениях электричество проведено. На это потребовалось некоторое время. Но спасибо Владимиру Владимировичу. Замечательная программа в свое время была принята, по которой очень недорого все себе замечательно провели электричество. Вот, в частности, мы тоже. Да, первое время мы пользовались альтернативной энергетикой. Это было, конечно, не очень удобно. Это достаточно дорогое удовольствие, если сделать ее полноценной. Но и стройка, если вы переезжаете, собираетесь построить дом, это тоже очень дорого. И на фоне стройки сделать себе альтернативную энергетику более-менее разумную и сделать себе удобство несложно. Это не представляет какой-то большой проблемой. Вторая проблема – это место расположения. Опять же, в густых красках поселения находятся непонятно где. Дороги ужасные. Весной и осенью грязище по колено или по уши. Только на джипах, и то не факт, можно куда-то проехать. Зимой снегом все заметено. Может быть, только летом можно проехать. Ну, честно говоря, как бы, опять же, по опыту, обычно поселения располагаются рядом с какими-то населенными пунктами небольшими, деревнями. Ну да, и очень часто в сельской местности у нас действительно дороги плохие. Такое действительно бывает. Но это точно такая же проблема родовых поместий, как и любого, опять же, человека, который переезжает в сельскую местность. Кто хочет жить в деревне или там какого-нибудь фермера, он сталкивается точно с такими же проблемами. То есть, эта проблема не носит характер, опять же, специфический именно для поселения родовых поместий. Третья проблема, о которой говорит Артем, единственная из семи проблем, которая, мне кажется, имеет специфический характер и относится к поселениям родовых поместий, это проблема управления. Вот, он говорит о том, что есть проблемы с демократией. Но демократия подразумевается, насколько я понял, в том смысле, что в поселениях принято учитывать интересы каждого жителя. То есть, мы отталкиваемся от этого. И в поселениях возникают какие-то недопонимания, несогласия, которые приводят к конфликтам, кто-то начинает блокировать принятие решений. И, в общем, это там, условно, вкратце превращается все в какой-то маразм. Безусловно, эта проблема актуальна, да. Но взглянуть на это можно по-разному. Из-за тона, как бы, разговора Артема я понимаю, что ему это вообще не близко. Как я говорю, что есть люди с хуторским менталитетом, есть люди с общинным менталитетом. На мой взгляд, совершенно очевидно, что если люди вдруг каким-то образом научатся действовать совместно, то они с помощью минимальных финансовых средств могут значительно улучшить качество своей жизни. Но это сложно. Да, это, безусловно, сложно. Мы это не умеем делать сейчас. И в советское время людей отучили достаточно жестко от этого. То есть была линия партии, и ты там не можешь вякнуть ни в ту, ни в другую сторону. Когда-то была община, да, ее убили, заменили ее, как бы, указанием сверху. То есть мы сейчас живем в традиции вот такого, как бы, централизованного управления. То есть мы потеряли вот эти традиции самоуправления. А на мой взгляд, если бы вдруг у нас получилось в стране какие-то подвижки к лучшему в этом вопросе сделать, то это бы имело огромные последствия экономического характера, и не только. Вот, экономического. То есть это был бы существенный социальный прогресс. Ну вот в качестве примера я приведу такой случай. Я сейчас могу напутать там с цифрами. Я видел видео в группе вот развития территорий Глеба Тюрина о деревне, в которой власти решили сделать дорогу. Ну там, подъездную дорогу к деревне. По-моему, там 500 метров им нужно было сделать. И они выделили там, не знаю, 500 тысяч местное там муниципальное образование. Ну и за эти деньги смогло сделать только 100 метров этой дороги. Но, видимо, из-за того, что жители раздразнили, они уже понадеялись на то, что у них будет хорошая дорога. И поняв, что от властей им этого не дождаться в ближайшее время, они объединились и за 70 тысяч сделали оставшиеся 400 метров дороги. Нашли трактор. Ну там был тракторист, я так понимаю, в деревне. То есть нашлись желающие поучаствовать в субботниках. Нашли там бой кирпича. Привезли песок из карьера. В общем, все сделали и очень дешево. И потом у них появилась замечательная дорога. Ну это вот такой вот простой пример, как это может быть сделано. Я знаю, что есть такая точка зрения, очень скептического отношения в этом смысле к поселениям. Но, на мой взгляд, несмотря на те конфликты, которые, безусловно, присутствуют в поселениях, если вы постараетесь взглянуть на это по-другому, то вы увидите, что в поселениях, во многих поселениях создано огромное количество интересных проектов. Вот у нас, например, это Добрая земля. Дом творчества Ладного. Проводятся там ярмарки, фестивали, форумы, праздники разнообразные. Я уж не буду говорить про Ковчег, который огромную инфраструктуру создал, и там школа действует, детский сад, и там пилорама у них есть, и целая куча техники, ну и так далее, и тому подобное. Театр замечательный. Ну вот. Другие поселения есть, в которых тоже много интересных проектов. Все это делается за счет того, что люди объединяются. Ну вот. И, на мой взгляд, это замечательно. И в этом смысле, я, по крайней мере, так вижу, поселения родовых поместий являются таким своеобразным полигоном развития технологий самоуправления. И мне кажется, это имеет вообще такой государственный... Это вопрос государственного значения, на мой взгляд. Ну, я вижу, по крайней мере, это так. Четвертая проблема, о которой говорит Артем, это доход, отсутствие работы. Ну, безусловно, да, проблема серьезная. То есть, экономика поселений, это все об этом. Но, честно говоря, я даже не буду вдаваться в подробности. То есть, эта проблема, опять же, абсолютно универсальная для любого желающего переехать в сельскую местность. Каким образом он будет там зарабатывать? Как ему вообще заработать на стройку? Ну, или там на покупку дома и там его ремонт? Что он там будет делать дальше? Откуда он возьмет деньги там и так далее и тому подобное? Единственный аргумент вот в этом как бы разделе, с которым я согласен с Артемом, он говорит о том, что родовое поместье не получилось ни у кого сделать источником как бы самообеспечения, полного самообеспечения в современном мире. Да, это действительно так. То есть, все имеют какие-то еще источники дохода, откуда-то берут деньги. Есть много разнообразных примеров, там, каких-то небольших бизнесов и сельского хозяйства, но на полное самообеспечение никто не перешел. Но это отдельный вопрос, если как бы его в таком ключе понимать. Если мы ограничиваемся только сельским хозяйством, например, как источником дохода, то достаточно известная тема среди тех, кто интересуется сельским развитием, что там минимальный размер участка в современном мире должен быть там 50-60 гектар. И то это мизер. Понятно, что в современном мире побеждают агрохолдинги. Но это не открытие, да, но это так. И в этом смысле все-таки родовое поместье это немножко о другом. Это о таком, как бы о частичном самообеспечении. Хотя, в общем и целом, в книгах Мегре есть такой оттенок, что родовые поместья обеспечат людей полностью. Ну, я могу предположить, что, может быть, это сработает в будущем. То есть цикл развития родового поместья, он очень большой. То есть надо смотреть, что будет там через 50 лет, через 100 лет там и так далее. Вот когда будет большое разнообразие растений. То есть 5-10-15 лет в модели развития родового поместья это ни о чем. То есть можно сделать огород, какие-то первые там результаты с сада получать. А вот это все разнообразие. Там орехи, не знаю, там кедровые орехи, там большие липы, из которых пчелы собирают мед, там и так далее. Все это будет гораздо позже. И по сути, как бы это больше достанется кому-то из детей или внуков. Да, это вопрос такой интересный. Здесь я, в общем, с Артемом отчасти согласен. Но, в общем и целом, проблема дохода и работы, она универсальна для сельской местности и не носит специфический характер для родовых поместьев. Пятая проблема – отсутствие образования. Артем рассказывает о том, что начальную школу создатели родовых поместьев могут своим детям как-то обеспечить, ну, самостоятельно, с помощью семейного обучения. А среднюю школу уже, конечно, не тянут. Большинство родителей, то есть редко кто. И вообще, получается, в поселении, в плане дополнительного образования, будет, ну, как повезет, он говорит, что если там попадется у вас художник какой-то, может быть, там он будет обучать рисованию. Попадется музыкант, будет обучать музыке. Ну и так далее. Ну, эта проблема снова носит универсальный характер для любого переезжающего в сельскую местность. И в этом смысле крупные поселения ее решают, на мой взгляд, лучше, чем деревни. То есть в тех крупных поселениях, о которых я знаю, в ассортименте есть кружки. И у нас, в частности, дети ходят, целый ряд кружков. И я, честно говоря, как родитель, не страдаю от дефицита возможностей для дополнительного образования. Абсолютно нет. И как я себе это вижу? Понятно, что в Москве есть все. Но если вы возьмете малый город, какие там есть возможности для дополнительного образования? Что там есть? Ну, точно так же, как и в поселении Родоеха Повестия, мне кажется, как повезет. То есть что-то будет. Вы же еще будете там своего любимого ребенка отправлять, наверное, к людям, которые чем-то интересным занимаются. Ну, а как это обычно бывает, таких людей мало, которые ведут интересные уроки, интересные занятия для детей. И в этом смысле, даже, в принципе, вот в Москву, если взять Москва с ее ритмом жизни, ну, вряд ли вы будете водить ребенка на 100 занятий дополнительных. Ну, вы выберете какие-то несколько, и где вы их выберете? Ну, то, что есть замечательная там балетная школа, там, не знаю, там в другом конце города. Вот. Может быть, конечно, там в Москве везде как бы раскиданы там какие-то там дворцы пионеров там условные. Ну, да, конечно, с этим проще. Но сейчас так устроен мир, что в Москве вы просто не отпустите просто так ребенка. То есть это все как бы тоже носит такой местечковый характер. Ну, так, как я это вижу. Конечно, я живу не в Москве. Может быть, со мной там можно поспорить в этом смысле. Но мне кажется, это как бы аргумент такой слабый, вот. И он точно совершенно имеет универсальный характер для сельской местности в общем. Шестая проблема – отсутствие медицины. Ну, все понятно. Как бы что-то у вас случилось, вы никуда не доедете, как мы помним раньше, там, весна-осень, там, грязь по колено. И вам, если только повезет, если у вас есть рядом медик, может быть, он вас спасет. Проблемы с медициной. Ну, господи, ну, про проблемы с медициной в сельской местности он только лениво еще не сказал. Об этом там на всех совещаниях просто это обсуждается. Те, кто отслеживает вопросы сельского развития, это абсолютно универсальный вопрос для любого сельского населенного пункта. Ну, если только крупные какие-то поселки, где есть ФАПы, ну, да, может быть. Ну, и то вопрос там качества, да, там, медицинского обслуживания, он, безусловно, все равно будет присутствовать. Ну, вот, понятно, что в Москве есть все, как мы уже знаем, да, ну, а в деревнях очень мало что есть. Но, честно, вот по нашему опыту, опять же, я не вижу как бы особых проблем. То есть мы вызываем непосредственно в поселение скорую помощь из райцентра, который находится не так уж и близко от нас, у нас там где-то 25 километров, ну, обычно в течение часа скорая помощь приезжает. Хотя им тоже трудно, там, небольшие территории приходится покрывать, но тем не менее, то есть, как бы уже много было таких случаев. Есть у нас в деревне недалеко от нас, там, в пяти километрах, есть фельдшер, к которым мы обращаемся. И у многих поселенцев есть машины. В случае каких-то проблем найти человека, который тебя довезет в город, ну, у нас это Владимир, например, в травмпункт, вообще не составляет каких-то трудностей. Вот, а в общем и целом, как бы проблемы с медициной не носят, опять же, специфического характера для родовых поместьй. Ну, и седьмая проблема, заключительная, о которой говорит Артем, это дефицит общения, дефицит культуры в поселениях родовых поместьй. Ну, такое банальное, как бы, соображение, как бы, дома культуры нету в голом поле, да, в котором создаются поселения, и, в общем, люди живут на большом расстоянии друг от друга, не общаются между собой, и им очень грустно, особенно зимой. Ну, может быть, он, конечно, в густых красках описывает пример поселения, где там мало людей. Да, может быть, такое происходит в каких-то поселениях. Хотя, опять же, насколько я знаю, когда мало людей, зато, если они сохранили нормальные отношения, то это даже, как бы, интереснее там регулярно встречаться. Иногда бывает так, что вот как у нас, там, в крупном поселении, я общаюсь регулярно с не таким большим количеством людей. Ну, вот я, честно говоря, от дефицита общения вообще не страдаю. Вот. И с кем мне нужно, я могу всегда пообщаться. Вот. И дефицит культуры тоже я не наблюдаю, но у нас, конечно, крупное содружество поселений. Вот. У нас на Доброй Земле много мероприятий проходит. Проходят там коллагодные праздники. Если мне все это нужно, то, пожалуйста, я могу сходить и пообщаться там с большим количеством людей. Вот. Честно говоря, как бы, такой проблемы я не вижу. Но, в общем и целом, как бы, если ее рассматривать, эту проблему, то она точно так же носит универсальный характер для любого сельского населенного пункта. Она не относится только к родовым поместьям. Да. То есть, если вы поехали в деревню жить, то не факт, что у вас там будет хороший дом культуры, только, может быть, в крупном каком-нибудь там поселке. Вот. А так, ну и какие вам там попадутся соседи, можно ли будет с ними общаться. То есть, точно такая же как бы проблема. Ну и в заключении своего видео Артем говорит о том, что идея родовых поместьй скорее не сработала. Существует небольшое количество развитых поселений. Большая часть поселений, они в таком стагнирующем формате существуют. И эта идея, конечно, еще будет в течение какого-то времени существовать. Но, в общем и целом, как бы, она обречена там на провал, на тупик, как он это все озвучивает. Вот. Честно говоря, я отчасти с ним могу согласиться. Многие создатели родовых поместьй думали, что будет гораздо более активное развитие. Да, это, безусловно, присутствует. То есть, многие думали, что будет принят закон о родовых поместьях, и миллионы людей начнут их строить. Этого нет. Но, тем не менее, движение из себя представляет на данный момент там несколько десятков тысяч человек, которые живут в родовых поместьях. И, кстати, Артем зря думает, что по задумке обязательно нужно жить в поселении. Нет, как бы, этого не подразумевается в книгах Мегре. И я знаю, что много существует родовых поместьй, которые создаются там в деревнях, ну, или в каком-то, может быть, другом формате. в основном в каких-то сельских населенных пунктах. Ну, в частности, у меня это, ну, как бы, есть люди, которые пишут просто в газетах, где-то в интернете об этом, вот такие, кто создают отдельные родовые поместья. Но и я, вот, когда я ездил в экспедицию, там, в поисках красивых деревень на Алтай, в нескольких деревнях, я видел создателей родовых поместьй. То есть, я с ними общался, это было совершенно неожиданно, то есть, мы там ездили по другим вопросам, вот, и я понял, что таких людей может быть много, неизвестно, сколько их, но может быть, их больше даже в общей сложности, чем, например, создатели родовых поместьях, которые живут в поселении. Вот, и, в общем-то, по книгам этого не подразумевается, что нужно жить обязательно в поселениях. И еще, как бы, один тезис, который озвучивает Артем, то, что по задумке нужно жить круглогодично. Лучше жить круглогодично, но, опять же, это не обязательно, и я вот лично не вижу большой проблемы в том, что какие-то люди живут в дачном режиме. Конечно, с точки зрения создания сообщества и его активного развития, чем больше жителей круглогодично находятся на своих участках, если у них есть такая возможность, тем лучше. Но, в общем и целом, ничего плохого нет в том, чтобы жить в дачном варианте. И есть разнообразные дачники, есть кто приезжает там и не только летом, а, например, часто могут приезжать зимой, весной, осенью. Это тоже присутствует. люди есть не очень активные, которые живут круглогодично в поселении, и очень активные, которые приезжают в дачном формате, которые как бы вкладываются в развитие сообщества. Так что, это вопрос такой неоднозначный. Ну, и подытоживая видео, я хочу еще раз сказать, что 6 из 7 проблем, которые озвучивает Артем, они носят универсальный характер. Они относятся для любого желающего переехать в сельскую местность или жителя сельской местности. И, по сути, если бы Артем не использовал слова родовые поместья, поселения родовых поместьй, звенящие кедры, там, создатели родовых поместьй, а заменил их там на село, деревни, сельские жители и так далее, то он мог бы сделать с тем же успехом видео, которое доказывает, что у нас деревня в тупике, и сельское развитие у нас проваливается, разваливается. И никаких перспектив у нас нет. Ну, как бы, его право так думать. Я думаю, что это по-другому. Я вижу, что много желающих жить в сельской местности. И тем, кто хочет там жить, у них появляются возможности решить эти вопросы. единственная проблема, которая озвучена Артемом, и которая носит специфический характер и относится непосредственно к поселениям родовых поместьй, это управление, так называемая демократия. Я уже озвучил, что я считаю это вопросом государственной значимости. То есть, я вижу огромную перспективу и огромный потенциал в том, чтобы развивать самоуправление в стране. То есть, это может иметь огромный положительный эффект, экономический, социальный, разнообразного характера. То есть, страна может совершить рывок, если мы будем двигаться в этом направлении. Артем предпочитает решать, я так понимаю, может быть, неправильно. Ему ближе такой индивидуальный подход. То есть, у него хуторское мышление, то есть, зачем ему сталкиваться с этими проблемами. Ну, имеет полное право, то есть, любой человек сам решает, как ему лучше жить. Но, в общем и целом, подытоживая, на мой взгляд, он никак вообще не доказал, что проект родовых поместьй разваливается, находится в тупике. Ну, это, опять же, мое мнение, на которое я имею право. Ну, и завершение обещанный бонус, вкратце, о нескольких проблемах движениях, как я их вижу, как создатели родового поместья. Первая проблема, ее в 2014 году на круге поселения в Ковчеге озвучил Федор Лазутин. Легендарный для нашего движения человек, благодаря которому появился Ковчег. он выступил рассказал о нескольких проблемах развития родовых поместьй. Очень интересный был такой доклад. И вот одна из этих проблем, которые он озвучил, мне очень близка, я думал об этом же, он сказал, что нужно перестать считать себя исключительными. Я это называл и называю Анастасиевским снобизмом. Проблема заключается в том, что создатели родовых поместьй думают, что их идея самая лучшая, все должны делать только так, и никак иначе, и все остальные неправы. Ну, это если вкратце. По моему опыту таких людей довольно много, и я не могу с этим согласиться. Но, честно говоря, таким образом мы отталкиваем единомышленников мне кажется, что с точки зрения остального общества все, кто хотят переехать в сельскую местность жить, это вообще странные люди. А для нас это единомышленники. По крайней мере, я это вижу так. И нужно находить какие-то общие точки соприкосновения. Каждый имеет право думать так, как ему ближе. И нужно относиться к этому с пониманием. А единомышленников у создателей родовых поместьй может быть много. То есть это все, кто за сельский образ жизни, те, кто занимаются правильным питанием, те, кто поддерживают домашние роды, вообще возрождение семейных традиций, развитие семьи на очень близкая тема для создателей родовых поместьй. Все это единомышленники. И если в каких-то моментах они думают по-другому, они не перестают быть единомышленниками. На мой взгляд. Но в оправдании создателей родовых поместьй я могу сказать, что эта проблема опять же общая. Я очень много слышал критики в отношении родовых поместьй, например, от Германа Стерлингова, у нас в России самого известного проповедника развития крестьянства. Мне кажется, совершенно замечательным делом он занимается. Это, конечно, очень яркий, харизматичный человек. Слышал его категорические высказывания по поводу родовых поместьй. Концепция общественной безопасности. Эксперты этой концепции, в частности Ефимов, у меня есть видео, ссылка на видео, где он тоже очень сильно критикует. А сторонники концепции тоже прорабатывают идеи того, что нужно жить на земле и считают это правильным. Но идея родовых поместьй им не нравится. Причем категорично достаточно. Ну, много, так сказать, такого. И мне кажется это тоже довольно странным. Всяк кулик свое болото хвалит. Это общая проблема. Ну, что с этим поделаешь? И создатель родовых поместьй в тренде, так сказать. Вторая проблема, которую, на мой взгляд, Артем мог бы озвучить, если бы подумал, наверняка он с этим сталкивался, если бы отслеживал наше движение, это то, что создатель родовых поместьй и читатель книг Владимира Николаевича Мегре достаточно бурно дискутирует по основополагающим вопросам. каким образом нужно строить родовое поместье, что можно на нем делать, можно ли вот это или нельзя, можно то или нельзя. Таких вопросов довольно много. Это довольно забавно, что прочитав одни и те же книги, мы поняли их совершенно по-разному и обсуждаем это активно. Если взглянуть на это со стороны, то может показаться, что они сами не знают, что они хотят. у них нету никакого согласия и в общем это как бы ни о чем. Можно так на это взглянуть. Но честно говоря, я гляжу на это по-другому. Понятно, что я субъективен, мне нравится идея родового поместья, и я продолжаю развивать свое. И я считаю, что такие дискуссии это хорошо. Ну, как бы любое важное дело, оно устроено таким образом, что люди по поводу него спорят. Ну, я не знаю, какая у нас должна быть политическая система в стране, как нужно воспитывать детей, как нужно правильно питаться, как нужно делать то, как нужно делать все. Любое важное дело, любой важный вопрос, он вызывает дискуссии. И это совершенно нормально, это некий поиск истины. И в этом смысле я тоже не вижу здесь проблем. Хоть это как бы и забавно немножко действительно, как это вообще могло так произойти, что, прочитав одни же те же буквы в одних и тех же словах, в одних и тех же книгах, мы настолько по-разному это все поняли, что по многим вопросам диаметрально противоположно мы считаем. Забавно. Но я не вижу в этом проблемы, но Артем мог бы взять это на вооружение. Можно всем говорить, что они не знают, чего они хотят. Ну и третья проблема под кодовым названием выход из системы. Суть в том, что многие создатели родовых поместьей считают, что технократический путь развития привел к деградации, к огромным экологическим проблемам, деградации человека, появлению огромного количества болезней, при всем кажущемся прогрессе. И когда в книжках Мегре описывается образ жизни Анастасии без благ цивилизации, в гармонии с природой, такой очень притягательный, возникает желание как можно быстрее пойти по этому же пути, выйти из ужасной системы, и будет тогда нам счастье. Артем, собственно говоря, мог бы воспользоваться этим аргументом, сказав, что вот анастасиевцы стремятся к обособлению, к дистанцированию от остального общества и в общем тем самым маргинализируются и они против экономического развития страны и еще чего-то. Это было бы серьезным аргументом, на мой взгляд, если такой неповерхностный анализ проводить. Ну вот мне кажется, что проблема действительно серьезная и я точно так же, как вот читатель книг Мегре и создатель родового поместья не согласен с этим тезисом, что это наша основная задача выйти из системы. Я считаю, что мы должны как бы двумя путями пойти. У нас нету просто другого выбора. Что с одной стороны мы должны развивать эту модель, в которой человек может жить в гармонии с природой, опробировать ее и пропагандировать в остальном обществе. А с другой стороны, мы должны понимать, что как минимум наша страна должна быть на переднем краю технологий просто для того, чтобы она продолжала существовать, для того, чтобы могли ее защитить. Потому что любое сейчас новое изобретение, любой технологический прорыв может привести к порабощению страны, как я себе это представляю. И нам соответственно, это наша ответственность в том числе, просто уйти в поля леса, идти до свидания, но это не вариант. В моем представлении. И мы должны понимать, что для этого у нас должна быть сильная экономика, чтобы под этим не подразумевалось, на самом деле, тут по-разному можно к этому подойти. То есть современная капиталистическая экономика вызывает очень много вопросов и сомнений. Может быть, все-таки можно как-то по-другому. Мне кажется, над этим надо думать. Ну и так далее, и тому подобное. То есть я считаю, что выход из системы это неправильно. Возможно, я как-то отдельно поподробнее на этом остановлюсь. Это потому, что серьезный вопрос. Ну вот это одна из таких проблем. в завершение я бы хотел поблагодарить Артема за проделанную работу. И хотя, мне кажется, ее можно было бы сделать лучше, но получился очень хороший повод для обсуждения. А это самое главное. Надеюсь, он не будет обижаться. Я хотел просто озвучить свою точку зрения. Спасибо большое. Всего доброго вам, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Добавил субтитры Алексею Добавил субтитры Алексею Добавил субтитры Алексею Добавил субтитры Алексею